Как сегодня, пушки в части, просто главные герои нашего праздника. Ну, отличие от каталогии, на Витас, на Витасе, Владимир, и он очень взглянный. И вот я, кошечка, но я хочу вам рассказать мечты от Ивна Кота. Да, он дал мне послание, и я буду вам зачитывать в возможности. Вам моего триумфа не видать как у собственных ушей. Венецию я спас от получища мышей, от получища мышей, мяу, мясо, мяу. Ну, за это стал я жить во дворце. А какую-нибудь луж? Нет, правда, так решил родитель главный, тоже. Хозяин мой уехал домой, принял домой с дарами. А дом мой, далеко за синими морями чудесный и волшебный край. Название его? Урарина, Китай. А вот торговец хитрый, он прибыл потом. Отправился домой с одним котом. Венецианца принял за детей. Был поздравлен, что умил себя уметь. Но я остался в памяти людей. И взрослых горожан, и их детей. Да, я остался, остался навсегда. На карнавале я теперь звезда. Сегодня же год тигры наступил. У кошек всех тигринный пыл. Среди прочих карнавальных я бегу один такой. Я кот. Я победитель. Мор. И следующая маска. Маска Больта. Маска Больта. Больта это гражданин. Она была обычно белая, без цвета. Изначально носился просто черный плащ, тревогойная шляпа. И он изображен среднестатичного гражданина Венеции. Впоследствии, учитывая, что маска Больта все-таки была не яркая. Один из самых страшных масок со стеклянными глазами и длинным носом, это доктор Чума. Доктор Чума прошел на сцену. Даже со столетия, за тысячу лет, за сто лет до коронавируса нашего, в Венеции тоже был коронавирус, который назывался Чумой. В гражданной эпидемии докорали специальные маски с длинным носом. Туда закладывали амортические масла, травы. И считалось, что если он будет лишать травмы, он не сможет заболеть. У него была обязательно черная палка, в которой он проверял больных или уже умерших, чтобы не трогать руками. И, конечно, оно было достаточно страшное и сохранилось на коронавирусе до сих пор. Маска Моретто. У нас, к сожалению, такой маски нет, но это очень интересная маска. Она была круглая, ну, как бы не на все лицо, а на части лица в середине. Вот, но она не завязывалась, ничем не было. Вот такой палочки, вот такой вот специальной подставочки. Вот, она крепилась. Внутри была специальная маска крепления, которую дама должна была держать зубами. И первое время дамы сначала не хотели, а потом посмотрели, что бледность венецианской кожи, черная бархатная маска, очень оттеняет. Им понравилось. Но больше всего эта маска понравилась мужьям. Они были в восторге от своих бессловесных жоп на карнавале. Венецианская дама. Одна из самых главных, прошу, дама. Одна из самых главных, самых красивых дамы эпохи Тициана. Кто знает художники, деца, пышная, томная, великолепная наша дама. Но дама не может быть виноватой, а где она? Ухаживайте за дамой. Бросим. Еще была одна из самых традиционных масок и Томас Кашутал. Наш шум немножко приболел, но вы знаете, что это человек, который с колпаком из трех хвостиков. Почему из трех хвостов? У него была всегда шума. Почему из трех хвостов? Потому что шум, как в России были юбори, которые прикорали, он при дворцем. Он всегда говорит, как мы говорим, гадости, но на самом деле гадость оказывается правдой. Но чтобы королю не показывать, что сказали правду о нем, потому что она не очень-то красивая, он говорит, уйди от меня, ты злой, как от села. И вот на этой фразе появилась вот эта шапка. Это два хвостик на шапке, это хвост. Это традиционные маски. Но мы же из маски театрно-ярко-уличные. Одна из них Альгин или Каламбина. Прошу, Каламбин. Валентина. Валентина Каламбина. Да. И у него есть подружка Каламбина. Отличаются они только от лучами. В Италии именно мальчикам и девочек были одинаковые. Единственное, что если он Каламбино, Буратино, Чиполино, это мальчик. Если Каламбина, Чиполино и Буратино на А, это девочка. Это злони своих господ. Они свековлюбленная парочка, но при этом еще свои любви. Они никогда не забывали маленькие делать костным своим хозяевам. Ну как же без этого-то. И еще одна из масок очень интересная. Эта маска связана с Венецией. Это единственная маска, которая не является коренным жителем Венеции. Мост турка или капитан его еще называют. Это человек, который приходил сюда, приезжал в Венецию как гость и немножко хочет рассказать свое впечатление от Венеции как некоренной житель этого города. Да, я много где бывал, много стран я поведал. Царь жених, допись поимел, и каждый раз я повезла. А кто сказал Венецию как прекрасно? Возможно, процесс его возмущения напраснул. Я там бывал и видел все в Венеции. Да, площадь Марка выглядит прилично. Ну да, красиво, ходит где роскошно. Сверхает по золотам рамок. И мурадское стекло. А главное, конечно, мастерство тех, кто создал здесь дружное искам. За дворцом дожи пристань начинается. Гондолий в ряд в волнах слегка качается. У гондолиера в бархатный консоли, решеткам вышитых по бархатным узорам. Канал, пешок, канал и мозг улюбленных. Не раз здесь поджидал любовью окрылённых красоток, чтобы камни не спешили разглядать. И проходили мы за тем уединения без суеты. Речь получая на наслаждение от сочетания солнца к камней воды. Но я забрёл другой квартал. Обжарканная стена. Там без ремонта много люк и бедность. Верные соседки. Здесь скромные цветы на маленьком балконе из мароканалов. Улочи, где нет детей. Там нет подъездов, можно только подплывать и храгом. Вояки негде погулять. По узким улочкам, мостам и тротуарам туда, где есть соборы и каналы и дворцы. Держим творец по имени Галмы Гайдон. Он описать мог подвиги моих. Там продаётся маски, дорогие. От медных красок, ярче-янких цветников. Настал день. Витрины опустили. И зашумит нарядный карнавал. Ах, кто сказал «Венецию прекрасно». Я соглашусь, ведь я там побывал. Замечательно. Хорошее впечатление, конечно, нашего господина. Капитана. И ещё одна маска, которая представляет непрерывно скромного луна, которая продолжается и полной ночи, и все седни подряд. Это наша красавица Луна. Красавица Луна представляет ещё картину Венеции и жаркую томную Африку. Что вы хотите сказать? Нет, наверное, не случайно. От зари до зари, от темна до темна. Это маска представляет нагревенность Венеционского канала. Грибочек вам благодарит. Самое интересное в этом карнавале, что с начала 20 века, вплоть до 1979 года, карнавал Венеции был запрещен по цирковным и политическим мотивам. И только благодаря знаменитому федерикам Венеции, который специально ходил по Африку и Анну Трофимову, традиция маскарада была восстановлена. И поэтому сейчас, уже после этого, после такого большого запрета, карнавал гуляет во все тяжкие. Кто как может большой, самый шикарный, самый тратимый, самый, ну, наверное, масочный карнавал, потому что не во всех карнавалах носят маски. Спасибо большое, дорогие маски, дорогие эксперты. Мы с вами едем дальше.